С докладом о реализации инвестпроекта выступил застройщик микрорайона Речной. В условиях делового партнерства улучшать жизнь населения. Такова главная особенность сотрудничества власти и руководства живого комплекса Речной, крупного инвестора в сфере жилищного строительства. Правительство Брянской области, безусловно, будет поддерживать реализацию этого проекта. Те вопросы, которые будут возникать в процессе его реализации, будут оперативно рассматриваться во всех структурах правительства Брянской области, для того, чтобы, во-первых, по срокам этот проект был реализован, и, второе, чтобы было обеспечено качественное жилье и качественная услуга. Кроме десяти многоэтажных домов, в жилом комплексе в скором времени появится детский сад. Завершение строительства намечено на 2017 год. По словам генерального директора ООО «Речное» Евгения Ланшакова, сроки реальные. Тем более, что самый трудный этап – подключение коммуникаций – позади. Комплекс водозаборных сооружений, анализационная насосная станция, трансформаторные подстанции и даже введенную эксплуатацию уже и запущен торговый центр. Ну, газ подведен, естественно, все. Для нормального функционирования всего микрорайона инженерные коммуникации решены 100%. Также на заседании был рассмотрен ход реализации инвестиционного проекта по строительству многофункционального автотранспортного комплекса по улице Речной в Володарском районе Брянска. Нынешний автовокзал находится в самом центре города. На него приходят сотни автобусов в сутки, что иногда создает серьезные заторы. Для того, чтобы можно было переориентировать часть подвижного состава общественного пассажирского автомобильного транспорта из центра советского района именно на территорию привокзальной площади Железнодорожного вокзала Брянск-1. Там выстраивается нормальная логистика, можно создать условия для, скажем, оперативного перемещения пассажиров. Многофункциональный комплекс включит в себя не только автовокзал, но также станцию обслуживания транспорта и гостиницу. Однако пока есть ряд мелких нерешенных проблем с топорящих проект. В ситуацию вмешался заместитель губернатора Михаил Кобазев. Я поставил задачу до пятницы следующей недели внести предложение по всем вопросам. Дальше уже будем смотреть, насколько они проблематичны и пытаться максимально ускорить принятие тех или иных решений. Я понимаю, что будут и технические проблемы при принятии решений, но на то и есть и специалисты, которые должны этим заниматься. Принятие документов и реализация проекта начнется в ближайшее время. Артемий Маркелов, Владимир Сидоров. События. Брянск.